здарова шамшурин история про реснички у нас один из наших недавних выпускников практики руслан он прям вот заваливает наш чат практики сейчас отчетами по свиданиям да то есть и где-то у него что-то получается где-то не получается но ключевое что человек активно практикует свидания значит ему есть с кем туда ходить у него есть все материалы и вопрос времени когда он научится и вопрос его желание в желании его я не сомневаюсь короче здесь будет история это такой некий field report который написал в чате я вообще все зачитаю сразу буду вставлять какие-то свои комментарии очень интересная история возможно многие себя в этом узнают прежде чем буду читать все значит 6 по 9 практика октября в москве ждем только тебя и кстати у меня же теперь есть новый канал на котором я постепенно буду все время а здесь я постепенно уйду ну можно сказать ближайшее время этот канал остановится и полностью буду вещать только на новом в том числе эфиры там будут выходить видео три раза в неделю они уже сняты и уже сейчас они активно выходят ссылка под видео залетать смотри подписывайся ставь лайк и там очень крутой контент и так отчет по свидании такого-то числа я вызвонил девчонку с района познакомились сегодня высокая красивая 25 лет и так встретились в кальянный прям рядом с нашими домами взял отдельную уютную кабинку это все правильно все логично когда зашла заставила покрутиться оцениваем тоже неплохо очень смелый шаг курили кальян был сдержан в комплиментах относительно внешности понял что на прошлых свиданиях откровенно борщил с этим хотя она выглядела ну прямо офигенно включил киноэстетику трогать давалось руки шеи уши иногда отстранялась в целом она строила из себя стесняшку уловил тот лимит прикосновений чтобы прекращать ее трогать прежде чем она меня сама стала останавливать это правильно это тоже информация из модуля про свидание само общение шло хорошо шутки смех глубокие темы потом снова приколы был момент когда она сказала что что-то про следующий раз на что я выдал но не факт что мы снова встретимся кстати я этот текст размещу здесь внизу чтобы тебе было удобнее понять в чем прикол он сказал ну не факт что мы снова встретимся и это произвело сильный результат было видно как она охренела сказал что я очень самоуверенный кальяны провели где-то час говорю что мне стало скучно вызвал официанта принести счет она демонстративно обиделась и выдала мне так никто не говорил еще что со мной стало скучно неплохая фишка да но опять же нужно использовать ее дозированно сказал что мы сейчас с ней поедем прокатимся по городу она сказала что ей будет очень холодно на улице в таком виде сегодня было реально холодно плюс за машиной через стройку идти там всю дорогу перерыли я отправил ее домой одеться потеплее здесь надо такую штуку включить это грубейшая ошибка вы нормально общаетесь у вас есть нормальный рапорт киноэстетика общения все круто девушка тобой заинтересована ее нельзя отпускать в этот момент в принципе во первых она может не прийти а во вторых как бы все на мазей не надо прерывать вот эту вот плавную линию которая все вверх и вверх и вверх то есть это грубейшая ошибка то что отправил домой переодеться тем более если бы не отправлял переодеться то короткое платье юбка там ли что-то это наоборот очень удобно тем более есть большая насколько я знаю автомашина сам пошел за машиной через 15 минут забрал ее это ошибка заехали на заправку взяли кофе потом отъехал в более спокойное место стояли пили кофе болтали стал переводить разговор на более сексуальные темы через скрывашку чтобы ты сделал если бы стала мужчиной и бла-бла-бла сделал попытку посадить ее на заднее сиденье ни в какую если не садится девушка на заднее сиденье все можно делать и на переднем в итоге усадил ее себе на колени на пассажирском сидении переднем киностете как усал шею неудачная попытка поцеловать в какой-то момент она выскочила из машины включила недотрогу стояли говорили почему она могла так сделать потому что слишком наверное это и сильно напирал нужно было делать паузы и откатываться назад плавно это делается так вот все делается там что-то не шло уже не придумал как прожимать ее дальше поехали дальше по дороге остановились кафе взяли еды на вынос повез ее в свой двор со словами у меня есть козырное место там был троящийся объект на берегу москвы реки с офигенным видом на москву сити при этом со всех сторон скрытое от посторонних глаз вообще идеальное место для кекса сидели там свесив ноги с крыши там я ее поцеловал вообще вот от еда то есть это тоже все отдаляет этот процесс прошло прям нормально думаю надо брать переместил ее от края поставил руками к стене начал прям прожимать про себя думаю я зачем ее отправил домой и она вместо короткого платья теперь в этих чертовых штанах что и требовалось доказать ни в какую не прожималась уводила руки и эти чертовых штаны как бронежилет минут 20 безуспешного прожима в итоге она сказала что уже боится меня потому что не все делается через прожимы потому что опять же вот ты сам себе создал проблему тем что она переоделась я побоялся ее пережать сильно спустилась вниз но пока шли к машине сама прижалась ко мне под плечо и проявила общение это хорошо думаю про себя один фиг я тебя дожму дальше произошло следующее что нафиг перевернула все происходящее когда мы сели в машину мне позвонила маленькая племянница попросила закинуть и денег на телефон чтобы интернет оплатить подруга услышала что я племянницы денег закидываю и тут же она выдала такое от чего я офигел от слова совсем но я слова офигел использую место слова может ты и мне на реснички закинешь я такой чего сначала подумал что она пошутила и она уже прям настойчивая завтра на реснички иду закине на реснички я смотрю на нее прям у меня весь этот вечер с прикольными моментами какой-то симпатии прям нафиг сыпется и следом она добивает нет не закинешь я отвечаю нет не закину она говорит почему для меня нормально ухаживать за девушкой дарить подарки но только тогда когда этого сам хочу не для того чтобы купить что-то внимание выдаю этот шаблон но внутри меня пробило прям пипец довез ее до дома настроение что-то делать и что-то говорить вообще не было сухо попрощался закончил свиданку вот спрашивается зачем то есть человек обиделся это очень неконструктивно в этой ситуации то что делают мужчины часто он причем так сильно разочаровался я понимаю это это про такое что блин а че меня просто так не любят это про вот это вот желание получить любовь какой-то типа когда своей любви не хватает почему она не безусловно я что-то должен делать опять не то это все не по-настоящему я это прекрасно понимаете все это прошел но здесь он так расстроился как будто вот он возле алтаря с ней стоял и кто-то подошел ска слушай она проститутка проститутка ну вот ну как еще можно было на самом деле сделать просто выводы то есть о том с какой девушкой он общается сейчас имеет дело то есть и он понимает что она не подходит мне для отношений но мы сейчас уже потратили сколько времени ресурса на это свидание у нее классная фигура все круто почему бы не заняться с ней кексом просто не сблизиться для опыта ну и для собственно говоря для удовлетворения своих потребностей такое ощущение что ему нужен был повод слиться просто потому что не знал как делать со столкнул с каким-то сопротивлением которым был не готов и вот решил что вот так вот сейчас я красиво и уйду то есть собственно говоря у вас конечно же ребятушки вопрос возникнет скорее всего чтобы ответил я но один из вариантов я бы сказал допустим мы чуть позже это обсудим обязательно во всех во всех подробностях но сейчас у нас есть дела поважнее мы собирались делать тебе массаж или что-то еще и если удастся с этой темы перескочить все ты как бы сказал ты не искал ни да ни нет для себя сделал выводы что конечно же нет просто я немножечко сейчас под обманул и уже делаешь там какие-то свои дела дальше то есть можно было так спокойно сказать ну я бы может еще сказал второй вариант то есть можно массу вариант сказать я бы сказал зачем ты портишь сейчас впечатление о себе ну только спокойно ты классная девушка такая интересная но вот когда ты вот это выдаешь пойми что ну я чуть-чуть начал читать мораль хотя может быть для кого-то это кажется неэффективным я бы это стопудово сейчас перевернул так то есть я бы сказал зачем ты портишь и себе впечатление как бы нормальные мужчины и так для тебя для своей женщины будет что-то делать как бы это это нормально но есть определенные нормальные адекватные мужики которых это только будет отпугивать зачем тебе это надо я тебе потом обязательно расскажу как нужно правильно просить так чтобы мужчина сам захотел тебе все это сделать конечно же я бы ничего не не стал рассказывать конечно же ну то есть я при этом мы как бы проявил бы здесь себя как умного человека который чем-то можете поделиться полезным знаниями конечно же вот это слово потом обязательно расскажу она для того чтобы ну она подумала что да все нормально потом у нее будет какой-то шанс то есть что тебя это не задело не обидел но самое последнее что можно делать в этой ситуации это включать вот этого обиженного мужика как-то так там есть еще продолжение этого свидания если вам интересно напишите в комментах тут недавно прилетела еще один его разбор оказывается у них была еще одна свиданка я кстати еще не читал подробности я знаю что это с ней на самом деле как бы главное какой главный секрет главное научиться правильно адекватно мыслить и оценивать ситуации нужным образом чтобы не обламывать самого себя за счет своих эмоций которые безудержные в этот раз они обуяли этим человеком хотя я в частично такой же человек сейчас меньше раньше было больше но так или иначе нужно включать логику и выключать эмоции как-то так если интересно пиши комментарий ставь лайк и жду тебя на практике с 6 по 9 октября пока